Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только отличные БУ-запчасти, но и мотоциклы с нашим новым брендом «МотоСтронг». Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ и без аварийного прошлого. У нас привлекательные цены на мотоциклы в отличном состоянии. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Все ссылки в описании к ролику. Прямо сейчас мы разберем надежный автомат от Aisin AW3040LE. Встречаем! Автоматическая трансмиссия от Aisin AW3040LE – это супер распространенная трансмиссия, которая создана для заднеприводных и полноприводных автомобилей. Появилась в 1985 году. Изначально она была сделана для автомобилей Toyota. Индекс у нее был А340. Эта трансмиссия предназначена для работы в паре с мощными двигателями, как рядными «четверками», так и V8. Автомобили Toyota, выпущенные с 1985 по 2010 год с продольным расположением двигателя и с четырехступенчатым автоматом, скорее всего, оснащались именно этой трансмиссией 340 серии. Ее можно встретить на легком пикапе 4Runner, тяжелые «Тундра», Toyota Supra, а также Lexus SC300. Под обозначением AW3040LE эта трансмиссия устанавливалась на Isuzu Trooper и D-Max, на старые модели Jeep, Cherokee и Wagoner под обозначением AW4, также на Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport L200. Также эту трансмиссию закупали Hyundai и Kia для установки на старых Sorento и Tarracan. Сегодня мы будем разбирать трансмиссию, которая была снята с Hyundai Tarracan 2004 года выпуска. Эта трансмиссия создана на основе трех планетарных редукторов. В ее конструкции шесть фрикционов, три сцепления и три тормоза, одна тормозная лента и три обгонных муфты. Это типичная конструкция для продольных четырехступенчатых автоматов. В гидроблоке этой электронно-управляемой трансмиссии четыре соленоида. Трансмиссионная жидкость здесь используется Toyota T4. В зависимости от марки автомобиля эта трансмиссия имеет разные, то есть несовместимые расходные детали, фильтры, прокладки и так далее. Также есть разные конфигурации поддонов. В целом же вот эта трансмиссия очень сложно адаптируется к автомобилю, для которого она не предназначена. То есть трансмиссия от Mitsubishi не подойдет на Hyundai. Хотя, казалось бы, эти две модели используют одну и ту же трансмиссию AW3040LE. Эта трансмиссия соответствует духу времени, в котором была создана и надежность автомобилей, на которые устанавливалась. Она простая и надежная и легко может пережить автомобили начала 2000-х годов, в котором она тоже нашла применение. Эту трансмиссию называют автомат Калашникова в мире АКПП. Эта трансмиссия попадает на капитальный ремонт из-за естественного износа. Первым на реставрацию просится гидротрансформатор. Затем понадобится замена уплотнительных деталей, которые подвержены износу и состариванию. Из-за износа тефлоновых колец теряется давление, и это может привести к потере одной передачи. Например, может полностью пропасть задний ход. Изношенный гидротрансформатор вызывает сильные вибрации и биения, из-за которых увеличивается нагрузка на маслонасос, его втулку и входной вал. Ну а прямо сейчас в разборе этого надежного автомата нам поможет надежный Серега. Встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Все фильтры коробок AW30-соса 40LE в металлическом корпусе, фильтрующий элемент, сетка. Для каждой марки автомобиля разные варианты исполнения фильтров. Всего порядка пяти вариантов. В поддоне на магнитах нет ни стружки, ни фрикционного осадка, а трансмиссионная жидкость нетронутого розового цвета. Трансмиссия ISEN AW3040LE имеет электронное управление. Блок управления находится под капотом. Также гидроблоки имеют по две вариации верхней и нижней гидравлической плиты. Идентификационный код находится на корпусе. В гидроблоке 4 соленоида. Два из них отвечают за переключение передач. Один управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Это три шифтовых соленоида, то есть двухпозиционные. А вот этот соленоид, который отвечает за главное давление, работает линейно. Самые нагруженные соленоиды – это соленоид, который управляет главным давлением, и соленоид, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Иногда они нуждаются в замене, но срок их службы 12-15 лет. Когда возникают проблемы с соленоидом, который управляет главным давлением, появляется невозможность движения на переднем ходу, а также появляются пинки при переключении передач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маслонасос в состоянии нового. Здесь нет износа ни на одной втулке. Статор тоже как новый. Сцепление C0, барабан Overdrive Direct. Сцепление работает на всех передачах, кроме четвертой, во всех режимах. А вот это первый планетарный редуктор с обгонной муфтой. Стальные диски и фрикционные в идеальном состоянии. А вообще детали поражают своей свежестью. Поверхность, по которой работают уплотнительные тефлоновые кольца, без следов контакта. Тормоз B0 Overdrive Brake задействован только на четвертой передаче. Состояние тоже идеальное. Следующая деталь, которую мы достали, это суппорт Overdrive. Здесь же находится поршень тормоза B0. В этой трансмиссии все детали реально как новые. Обратите внимание на эту пластиковую шайбу скольжения, которая эластична и не поменяла цвет, как новая. Следующие детали – барабан Direct и барабан Forward. По барабану Direct работает тормозная лента. Так вот, на барабане даже не видно следов контакта тормозной ленты. А это еще одна шайба скольжения. Обратите внимание, что она тоже эластичная в первозданном виде. Тормоз B1 – тормозная лента Second Coast Brake. Тормозная лента работает не интенсивно и поэтому мало подвержена износу. При капремонте ее можно не менять. Если не видно неравномерного износа, трещина, а также фрикционный материал не пропитан горелым маслом. Все варианты тормозных лент для коробок AW3040LE одинаковы. И это как раз наш случай. Этой ленте 15 лет, но ее реально можно не менять и продать, как новую. Сцепление C2 Direct используется на заднем ходу и передачах 3-4. Состояние, как сами видите, тоже идеальное. Сцепление C1 Forward участвует в передаче крутящего момента на всех передачах переднего хода. Это самый нагруженный пакет сцепления, поэтому он изнашивается быстрее других. При капремонте диски все могут выглядеть отлично, но надо измерить зазоры в этом пакете сцепления. Они, скорее всего, могут быть увеличены. Поэтому весь пакет сцепления придется менять. У пакета Forward очень много разных вариаций, поэтому надо выбрать подходящий для конкретной трансмиссии. Хотя и не подходящий физически можно установить. По состоянию у нас здесь все тоже отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй планетарный редуктор. Здесь внутри обгонная муфта. Это солнечная шестерня третьего планетарного редуктора. Обратите внимание на еще одну шайбу скольжения, то есть ее состояние как новое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормоз B2 задействован на второй, третий и четвертый передачах. Состояние вызывает удивление новизной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормоз B3 First Reverse Brake используется на заднем ходу и на первой передаче. Этот фрикцион подвержен износу. И зазоры надо проверять при каждом разборе трансмиссии. Также из-за ослабления возвратных кружин наблюдается за медленное включение заднего хода. По состоянию здесь все тоже прекрасно. В третьем планетарном редукторе находится обгонная муфта F2. Она блокируется на первой передаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка закончена и сегодня. В очередной раз мы разобрали идеальную коробку. Почему разобрали? Потому что долго лежит, спросом не пользуется. Серёга, резюмируй. Трансмиссия действительно довольно надёжная. Так что при её поломке проще купить контрактную коробку, чем заморачиваться капитальным ремонтом. Купить где? Конечно, в «АвтоСтронг». Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».